В Петрозаводске стоит скульптура рыболовства, называется «Рыбаки». Выглядит необычайно современно, если не сказать футуристично. В ней такая экспрессия, что невольно вспоминаешь о том, что рыбалка – это еще и битва с неукротимой стихией, водой, морем, океаном. Порой она бывает даже очень опасной. Самая тяжелая пресноводная рыба – осетр, пойманная в 1983 году в штате Калифорния в США, весила 212,28 килограмма. Представьте себе эту рыбину и усилия, которые могли потребоваться, чтобы с ней справиться. Борьба продолжалась больше полутора часа, но все-таки победа была за рыбаком. Заявить о рекордной рыбине ему помогли сами владельцы водоема. Самая продолжительная индивидуальная борьба с рыбой продолжалась 32 часа с черным марлином, весом более 6 центнеров. Рыба тащила за собой 12-тонный катер 80 километров, перед тем, как оборвала леску. Кто сказал, что рыбалка – скучный спорт? К этому времени рыбак уже мечтал о лаврах чемпиона и поимке самой большой трофейной рыбы. Самая большая пойманная когда-либо на удочку рыба – большая белая акула-людоед. Она весила 1,2 тонн и в длину была 5,13 метров. Кстати, именно на удочку с инерционной катушкой была поймана эта махина. Да, уж лучше мы ее, чем ананас. Рекорд по числу пойманных рыб – 652 штуки. В этом же турнире принадлежит бельгийцу Жаку Изенбаерту. Наваристая, наверное, получилась уха, это произошло на одном из турниров, где в течение 24 часов нужно было поймать как можно больше рыбы. В этом же турнире были и другие призы за самую большую рыбину определенного типа. Жаку удалось забрать сразу два кубка и два призовых места за самого большого окуня и самое большое количество рыбы. Хотя третий кубок не удалось забрать, общего веса пойманной рыбы не хватило для первого места. Конкурент поймал всего 17 особей и перебил общий вес рыбы больше, чем на 11 килограмм.